добрый день уважаемые садоводы и цветоводы сегодня с вами Ольга Дуброва рада приветствовать вас на канале про цветов и сегодня тема нашего разговора это будет клубневая бегония но из этого рода бегоний я не могу оставить за бортом и не упомянуть о тех бегониях которые у нас широко используется и с которыми возникают зачастую вопросы цветоводы ученые они стремятся объединить какие-то такие цветочные сообщества группы партии и так далее и так они поступили и с бегонии именно бегонии клубневые и что оказалось что система эта не очень устойчивая потому что постоянно появляется очень много новых сортов представителей рода бегония видов описано 1000 штук представляете сколько сортов и разновидностей еще наслаивается на это количество и часто встречаемая бегония это бегония симпер флоренс бегония вечно цветущая вот она у меня сохранена выкопана до заморозков и продолжает радовать своим цветением стояла она не в очень ярком месте посвященности и поэтому побеги несколько несколько вытянулись не то это никак не умаляет ее красоты когда мы выкапываем то можно сначала слегка обрезать вот здесь вот вроде бы поначалу было все красивое цветение но цветки цели и даже попытались образоваться семенные коробочки с такими вот крылаточками сейчас я вижу что она как бы себя уже изжила и уже не интересно смотреть на эти вытянутые отросшие части поэтому я с ней поступаю вот так не спустите а зачем мне сохранять на зиму бегонию как звучит название она вечно цветущая значит на вашем покушке она будет цвести до весны и так далее если мы обрежем побеги которые нам уже не нравятся нас они не устраивают своей декоративностью конечно же цветение откладывается на потом но при этом будут пазухах листьев образовываться дополнительные побеги и к весне опущения будет больше а значит и цветочка на нашем кустике будет больше и мы и снова можем посадить в грунт и дальше пробоваться и и цветением это то что касается бегонии вечно цветущей бегонии 7 перфлоренс есть еще интересная группа бегоний которые получены в результате многовидового скрещивания и поэтому трудно даже назвать ее принадлежность это бегония гибридная которая образует в течение сезона каскад ниспадающих побегов это просто они в результате не совсем корректного хранения они отросли ну это может не сыграть и на руку что я сделаю с ними где-нибудь феврале начале марта я их зачеренкую как обычно черенкуем листик обрезаем этот листик укорачиваем обязательно часть мы оставляем листик чтобы происходили процессы фотосинтеза и вещества поступали в ростовую точку и черенкуем обычным способом потом может быть я немножко вам покажу как это обычным способом если вы забыли мы вернемся к нашей бегонии клубнивые что с ней происходит когда нами и выкапывать выкапываем ее как правило сентябре месяца и как бы нам не казалось что погода вроде бы хорошая и солнечные дни стоят еще как бы и заморозка в ночных нету но не стоит надеяться что в этом году зима не наступит мы как-то вот за лето забываем про то что зима все-таки придет значит мы нашу бегонию клубнивую которая растет у нас в открытом грунте может быть она растет вас в горшке в каком-то контейнере а может быть у вас цветники сидит ее пятнышко мы наблюдаем за листовой пластинкой ну допустим листовая пластинка бегония симпер флоренс она вполне себе зелененькая светло окрашена и когда мы видим что начинается постепенная утрата окраски утрата такого глянцевого блеска это значит сигнал тому что мы должны ее уже вносить в помещение можно сразу обрезать побеги представим что это вот наша клубневая бегония и можем мы обрезать на высоту 57 сантиметров и оставить такие череночки отходящие от клубня затем мы оставляем ее в таком сухом хранение где-то на недельки 2 3 и затем мы должны смотреть за тем чтобы стебель без принуждения самостоятельного таким легким движением отскочил вот этот экземпляр я достала просто из горшка и сохраняла и вот там у нас что то есть мы совершенно не отряхиваем мы не избавляем ее от всех 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 остатков земли можно в принципе и оставить ее в горшочке в котором она росла слегка ножиком пройтись по периметру чтобы обрезать корешочки и оставить в этом горшке потом возникает вопрос где нами ухранить и часто я слышу под ванну не надо загонять как шкодливого кота бегонию под ванну потому что там слишком сухо и тепло для бегонии и снова встает вопрос какая температура должна быть для хранения трудно задать домашних условиях определенную температуру поэтому давайте договоримся так что пусть это будет самое прохладное место в вашей квартире вашем загородном доме и не стоит допускать полного пересыхания земляного кома либо если вы ее очистили можно и так хранить и затем ее завернуть в газетку все эти кубешки либо в бумагу плотную либо в газетку и сложить в какой-то картонный ящик но нельзя допускать полного пересыхания земляного кома который сохранился либо самого клубня иначе к весне она выйдет очень ослабленной пусть важность немножко будет то есть иногда надо опрыскивать например из какого-нибудь там поливизатора либо просто там чего-нибудь увлажнить каким-то другим образом который вам более доступен вот еще такой вариант значит мы уже видим что она легко отделяется легко отделилась и здесь уже зарубцеваясь место присоединения клубню вот мы выращиваем и выращиваем положили на хранение не под ванну немножко поддерживаем важность и наступает момент когда нам уже надо доставать ее для того чтобы она начала отрастать когда это происходит это происходит но кому как нравится но пусть это происходит где-нибудь желательно в феврале может быть в начале марта на более поздние сроки затягивать не следует потому что во первых и клубень будет истощаться возможно и пересохнет и затем у нас затягиваются сроки цветения надо вовремя все это проделать и тогда к сезону мы получим цветущее растение мы достаем наши клубни с хранения вот наступило уже будем считать весна это пожалуй возьму мы хорошенько и их очищаем возможно в процессе хранения что-то где-то подгнило или образовались какие-то сухие части все это мы удаляем и видим что уже вот у меня тут как раз наглядно почечка сформированная видим что все в порядке перезимовали и можно сажать можно оставить на каком-то стеллаже если у вас есть возможность либо в каком-то помещении но конечно температура для прорастания уже должна быть градусов 18-20 прикиньте где такое место и оставляем на проращивание что значит поставить на проращивание мы можем это поместить какой-нибудь контейнер с опилочками либо в контейнер с торфом и просто сверху рядами около и колоннами уложить наши клубни уложили увлажняем в процессе такого проращивания мы периодически обрызгиваем чтобы не происходило пересыхание и чтобы почки которые у нас там будут пробуждаться хватало им влаги для прорастания иногда возникает вопрос а как долго я могу сохранять для все успешно сохраняется как долго я могу сохранять вот этот вот клубень бегонии ну допустим пусть для вас будет сигналом то что цветки на растении в период летнего содержания на улице цветки мельчают растение выглядит немножко нездоровым и листовая пластинка становится мельче не такая красивая не такая яркая значит наш клубень можно омолаживать и для этого мы после того как клубень полежит почки тронутся в рост мы берем острый нож острый нож берем и по количеству почек как случае допустим с картошкой мы острым ножом можем так вот разделить и состояние хорошее там еще много заложено цветочных почек вы по своему усмотрению можете таким образом омолодить и размножить материал и еще раз разделить значит вот уже это понятно их видно там заложены там заложены тронутся в рот состояние самого клубня хорошее смотрим на эту половинку можем принципе таки оставить понаблюдать а можем вот так вот разделить конечно весенний период это будет гораздо очевиднее и будет на поверхности видно где пробудились почки и на сколько частей мы можем это разделить срезы обрабатываем чем тем чем вам нравится кто-то любит марганцовку кто-то любит зеленку я люблю древесный уголь либо любой уголь который виде порошка и эти срезы мы замазываем втираем даем подсохнуть в течение нескольких часов и затем сажаем горшочки какой горшочек выбрать если это у нас деленочка такая либо клубень наш будет примерно такого диаметра диаметра 4 5 сантиметров то достаточно будет горшком размером в 9 сантиметров где мне его найти но это примерно вот такой будет горшок вот такой вот в сечении если клубень большой он будет вот такой то конечно и горшок нужно уже большего диаметра но не стремитесь клубень поместить если он большой очень большой горшок 3 литра для такого клубня не надо потому что всякие клубневые растения они любят чтобы не было чтобы было немножко поплотнее потеснее квартиранту тогда будет ярче цветение и пышнее будет цветение и достаточно будет примерно такого диаметра горшка сантиметров 15-12 посадили поливаем и после того как наступят уже теплые дни минут угроза возвратных заморозков мы высаживаем в открытый грунт либо в контейнеры как вы озеленяете свой участок или свое какое-то другое красивое место если вы высаживаете в грунт то естественно что почва должна быть обработанная вносим основное удобрение из обычного расчета грамм 25-30 на квадратный метр основного удобрения ну а затем бегония любит подкормки в течение всего своего цветения хороши сейчас очень много препаратов которыми можно проводить вне корневую подкормку по листьям особенно хорошо отзывается бегония на препаратов как у которых содержится кроме микроэлементов еще витамины группы b они также приятно может кому-то неприятно пахнут какие человеческие витамины но очень отзывчиво бегония и чувствовать себя просто замечательно после таких обработок ну а подкормки в течение сезона как правило можно подкормить аммиачные селитры без расчета 25 грамм действующего вещества супер фосфатом ну и конечно ближе к осени для того чтобы лучше закладывался и созревал клубень каким-либо калийным удобрением то есть схема будет такая 25 25 15 ну естественно помните что уже в августе мы сокращаем всякие подкормки для того чтобы происходило возревание клубневой бегонии есть еще интересная бегония которая называется элотиор здесь она вот в таком неказистом состоянии потому что владелец ее решил что она такая же клубневая выкопал а оказалось что там вовсе не ходим это бегония относится группе элотиор если мы ее достанем цветки у нее также разнообразные махровые полумахровые разнообразной окраски многочисленные и сейчас выводятся с рта как и клубневые так и бегония элотиор совершенно разного размера конечно элотиор не такие крупные цветки как у бегонии клубневые но они многочисленные и если мы будем дожидаться как с бегонии клубневой того что здесь сформируется клубень и мы вдруг решили что надо нам сохранить это растение вот я вам показала что здесь нету клубня здесь хорошо сформированная мочковатая корневая система снова же мы можем ее сохранить потому что весной где-нибудь в феврале марте месяце это я удаляю потому что она уже не хорошо выглядит и она уже не нужно растению эти листики оставлю чтобы все-таки легче проходили всякие жизненные процессы и сохраню ее до весны горшочки с умеренными поливами на хорошо освещенном окошке поливы почему умеренные потому что бегония всякое в любой период не любит избытка влаги вот я и возвращаю снова на родину я вам продемонстрировала что она не формирует клубня возвращаем обратно будем поливать будем наблюдать а весной мы возьмем с нее черенки и не будем тратиться на дорогие крупные растения у меня тут еще есть очень интересная бегония она конечно выглядит не характерно это новая группа бегоний которые к нам пришли не так давно бегония боливийская бегония боливеренсис она также образует клубенек поверьте уже не буду доставать ее мучить растение очень оригинально если она посаженная на почве она образует подушку с одного растения можно получить курт куртинку сантиметров 40-50 в диаметре а если посадить в какое-то кашпо подвесной либо в напольный контейнер она будет вести себя как каскадное как ампельное растение и будет давать достаточно крупные диаметром ну трудно назвать диаметром потому что цветок состоит из четырех лепестков равноцельных как колокольчик направленный вниз но они многочисленные оранжево-красного цвета выведенные кремового цвета на еще не встречала можно также и сохранить до весны в таком виде но я ее собираюсь чтобы она естественным образом ушла в покой и снова же по такой же схеме феврале марте месяца мы будем будить посадим в хорошую почвосмесь и она заново даст жизнь про бегонию пожалуй и все я надеюсь что вы получили полезную информацию подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч